Во имя Отца и Сына и Святаго Духа в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали повествование у апостола и евангелиста Луки, как Спаситель шел со своими учениками, апостолами и приблизился к городу под названием Наим. Там он увидел похоронную процессию, выходили из города люди, очень многочисленная группа, которые сопровождали женщину-вдову, которая хоронила своего единственного сына. Она, конечно, плакала, и Господь, когда приблизился и дал знак тем, кто несли эти погребальные носилки, чтобы они остановились, и они остановились, он сказал женщине не плачь. И обращается, как к живому, усопшему, лежащему телу, говорит, юноша, вставай, и он тут же, его дух возвращается в тело, он тут же оживает, и все видят это и славят Бога. Вот в этом месте из Евангелия мы видим, во-первых, конечно, в первую очередь, права и возможности, то есть власть, божественную власть Сына Божия, Господа Иисуса Христа, Который является владыкой и жизни, и смерти. Его пришествие было многократно предсказано в Ветхом Завете, и ожидание, то есть его встреча в Ветхом Завете была основной и самой главной задачей израильского народа. То есть в этом был и заключен завет между Авраамом и Богом, что потомство Авраамова встретит Бога, пришедшего в мир. То есть ни посланника, ни ходатая, ни пророка встретит Бога, который обещался прийти. И вот поэтому, ну поскольку завет, слово не всем понятно, его можно перевести как договор, он никогда не бывает ведь односторонним. Договор всегда двухсторонний, поэтому со своей стороны Господь выполняет свои обязательства. Он обещался прийти, и он пришел. А во-вторых, он не так делает, чтобы люди догадались сами, там его узнали, а наоборот, он делает все, чтобы его узнали и увидели. То есть он совершает такие чудеса, которые до него ни один пророк совершить не мог. И особенно каким образом, обратите внимание, ветхозаветные люди, читавшие Священное Писание, современники Спасителя, помнят о том, и современные, кто читает Слово Божие, Ветхий Завет, тоже помнят о том, что когда умер сын у вдовы в Сарепте Сидонской, где жил святой пророк Илья, то когда его мать решила приготовить к погребению, то Илья попросил этого повременить, отдать ему тело. И он целый день взывал в молитве к Богу о воскрешении этого отрока. То есть он очень долго и очень настойчиво, с большим трудом молился, чтобы Господь Бог воскресил. Здесь мы можем увидеть, как Спаситель вообще не молится, не через молитву совершает это чудо, а просто выражает свое желание, даже приказ. Он повелевает в этой душе вернуться в тело, и душа повинуется. Поэтому видящие могли, если бы их были глаза открыты, они могли бы увидеть в этом действие, действие не ходатая, не посланника, не пророка Божия, а действие самого Господа и владыки жизни и смерти. Поэтому в этом есть первый смысл вообще чудес Христовых. Спаситель показывает свою божественную природу. Во-вторых, он проявляет и человеческое сострадание. Идет вдова. То есть мужа нет, единственный сын, который умер. Что ее ждет? Вдову неохотно возьмут замуж еще раз. Может быть, она больше и не сможет родить ребенка. Что ее ждет? Будет ли в старости кто о ней заботится? Кому она будет нужна? Вот это даже самые такие простые мысли, которые могут посетить человека в подобной ситуации. Хоронить вообще тяжело близких людей, но мы, когда хороним наших родителей, дедушек, бабушек, то мы подчиняемся, покоряемся, смиряемся этой суровой правде в этой временной земной жизни, которая стала после грехопадения, что мы вынуждены расставаться. Это тоже горе всегда. Но особое горе, еще большее, когда родители хоронят своих детей. То есть это совсем не одно и то же. И здесь Спаситель видит ее скорбь. И она даже ведь совершенно ни на что другое-то и не рассчитывает. Она также, эта женщина, покорилась своей судьбе, остаться одной, то есть без сына. Как она могла надеяться на что-то, смерть, это то, что невозвратное, вернуть нельзя. Мы это все понимаем. Но Господь останавливает похоронную процессию, обращается к ней, говорит, не плачь, и тут же возвращает ей живого и здорового сына. Тем самым он дал ей такое великое утешение, о котором она даже предполагать, конечно, не могла, не могла даже мечтать об этом. Даже мимолетные мысли, я не могла об этом возникнуть. В этом действии, помимо человеческого сострадания, которым вполне владел и был наделен Спаситель по природе человеческой, то есть не забывайте об этом, это очень важно. Мы говорим в основном, в наши времена, уже, может быть, последние тысячелетия, о божественной природе Спасителя, это очень важно. Но немаловажно обращать внимание на его природу человеческую. То есть он человек во всем подобный нам, кроме греха. Подобный нам не только в наших слабостях, то есть питание, когда до своего воскресенья он был подобен нам. То есть и питание, и сон, необходимость, и все вот это. Но также душевная жизнь, человеческие эмоции. Когда мы Евангелие читаем, мы можем помнить, и вы помните, сколько примеров, когда Господь исцелял. Сказать сотнями, это будет неправда. Там тысячами счет шел, которые только услыхали, где Спаситель находится, бежали, туда несли или сопровождали своих больных родственников. И Господь исцелял всех от любых неизлечимых болезней. Причем никому он условий не ставил, будут ли они верующие в Него, станут ли они христианами. Он всем даровал это исцеление. А почему? Опять же, не потому, что он показывал щедрость, не только потому, что он показывал щедрость Бога. Он еще и показывал сострадание человеческое. Он прекрасно знал, как и человек, как больно, как плохо болеть, как плохо страдать. И он не хотел это терпеть себе, он не был равнодушным. То есть соучастие, сострадание, сопереживание были в полноте Личности Спасителя. Мы современные скажут, это же очевидные вещи, а что тут такого особенного для нас сейчас? А дело в том, что в Древнем мире, надо просто понимать, что мы сейчас настолько христиане, что большинство из нас мир язычества совсем не знает. Это и неплохо, это и хорошо, но тогда мы этих многих ярких граней не видим. Дело в том, что помните из школьной программы легенды, мифы Древней Греции? Там тоже были смешаны с богами природа человека. То есть полу-боги очень важны, и полу-люди они были. То есть по греческим понятиям они богами-то не были такими, но и людьми тоже, кстати, они были сверх-люди. Ну вот тот же Геракл, например. Так вот, помимо того, что мы можем видеть это из легенд, он там был сильный, такой выносливый и так далее, это все понятно. Не все понимают, что по отношению к чувствам человеческим он также был не такой, как люди. То есть ему были чужды понятия дружбы, любви, братства, родины, привязанности, сострадания, сочувствия, соболезнования. Это все он считал такими недостатками, слабостями нашей натуры, нашей природы. Поэтому таких вот полу-богов дождаться там чего-то было невозможно. Они считали это все мелочным чем-то. Поэтому важно, когда мы говорим, что мы исповедуем в полноте природу Спасителя и человеческую. Почему это важно? Мы для себя напоминаем, что когда мы молимся Ему, Он понимает наши нужды, понимает наши скорби и потребности, не только как всеведущий Бог, сердцеверис, но и как вполне себе человек, который прекрасно знает, как трудно быть человеком. Помните об этом, не забывайте вот это. Кому вы молитесь, когда вы просите о чем-то, чтобы вера наша не колебалась. В своем поступке Спаситель, конечно, помимо прямой помощи, такой радости, удивительной и неизвеченной, наверное, та женщина вполне могла в тот момент сказать и сказала бы, что больше в жизни у нее никогда и никакой радости не будет. Почему? А ей не надо. То есть она получила то вообще, что невозможно получить. То есть ей вернули сына. Поэтому эта женщина, несущая, сопровождающая на погребение тело своего единственного сына, она символизирует душу человеческую, которая периодически может ощущать смерть в себе, всего хорошего, доброго и светлого, которое может быть залогом спасения. То есть кажется, что вот в душе свет погас, ничего доброго и хорошего нет, хорошее качество умерли, ничего быть и не может. И вот Господь говорит, остановись, не надо себя хоронить. В прямом смысле слова. То есть перестань плакать, я с легкостью верну тебе то, на что у тебя власти и возможности вернуть нет. А у него есть. И он вернет и надежду, и опору, и вернет и радость, и смысл жизни вернет. Но важно не только, чтобы он вернул нам то, о чем мы плачем, а кто вернул, чтобы мы помнили источник. Вот это очень важно. То есть не само по себе чудо, как мы из всего Евангелия помним, имеет целый смысл. А кто это чудо совершает? Чтобы мы помнили о Христе, который всегда рядом с каждым из нас. И если будет надо, он даже и без нашей просьбы, и прежде нашей просьбы, вмешается, он исправит то, что мы сами не можем исправить. Почему мы можем так смело говорить об этом и настойчиво, решительно утверждать это? Помним, когда Спаситель уснул в лодке, была ночь, шторм, и апостолы не справлялись. И когда они его разбудили, боясь, что лодка утонет, помните первые его слова, что вы такие маловерные. То есть если вы видите, что я сплю, но вы видели, сколько я чудес совершил. То есть то, что я сплю, а вам страшно, можно было подумать, если бы мы были действительно в опасности, он бы не спал. А как бы нам сейчас не страшно, и кажется нам, что мы погибнем, а он спит. Это значит, нам ничего не грозит. Как бы нам наш рассудок не говорил, что мы находимся на грани, нет, не на грани, совсем нет. Если бы было надо, он бы тут же вмешался, потому что он неусыпаемый, внешне только, телесно. Поэтому вот эта живая вера и живая надежда на Спасителя с пониманием, по мере нашей возможности, его чудес, его наследие, которое он нам даровал, да будет нам во спасение нашей души. Аминь. Праздник.